здравствуйте уважаемые учителя сегодня посмотрим и разберем с вами тесты это из максимума у нас тесты закон об образовании давайте посмотрим в первом вопросе нас спрашивают что является формой образования как мы знаем у нас есть три формы образования формальная неформальная и информальная значит у нас в варианте а заочное образование заочное образование это форма получения образования поэтому этот вариант не подходит в варианте информальное образование да это форма образования этот вариант правильный в варианте свободное образование это форма получения образования. Очная – это тоже форма получения образования. И дистанционная также является формой получения образования. Посмотрим следующий тест. Выберите выражение, не относящееся к принципам современного куррикулу. Направленность на ученика. Процесс обучения определяется потенциал учащегося. Это правильно. В направленности на ученика самым главным являются интересы и потенциалы учащегося. Нам же говорится, что не относятся, поэтому этот вариант нам не подходит. Направленность на личность. У учащихся формируются национально-нравственные качества. Это также верный вариант. У нас была под направленностью на личность. Национально-нравственные качества мы должны формировать. Также, как мы помним, у нас была мыслительная, коммуникативная, а также психомоторная деятельность. Этот вариант верный, но мы ищем, который не относится. Поэтому мы зачеркиваем этот вариант. Дальше смотрим С-вариант. Направленность на спрос. Учащийся каждый день должен достигнуть результата. Как мы видим по слову «результат», здесь должна была бы быть направленность на результат. Потому что направленность на спрос – это когда у нас мы должны были бы написать, например, нанотехнологии, то есть какие-то новшества, которые происходят. То есть направленность на спрос – это совсем у него другое объяснение. Поэтому мы здесь его не будем брать как правильный вариант. Если бы мы сказали, что учет меняющихся нужд и требований личности, общества и государства, тогда было бы это правильным. То есть мы искали неотносящиеся, и, соответственно, у нас этот вариант правильный. Дальше посмотрим. В Д-варианте направленность на результат, заранее определяющиеся умения и навыки, которые приобретут участники обучения. Это вариант правильный. И к С-варианту, которому дано толкование, должно было тоже подходить вариант Д. И в Е-варианте интегративность, создается взаимосвязь между предметами и жизнью. Да, когда мы говорим интеграция, у нас бывает интеграция с предметами, то есть между предметная интеграция, надпредметная и внутрипредметная. Нам же надо было найти неотносящийся, мы выбрали вариант С. Так, посмотрим третий тест. В третьем тесте говорится, что не относится к основным важным качествам человека XXI века. Самостоятельное обучение. Это, смотрите, у нас, говорится, не относится. Самостоятельное обучение является важным качеством XXI века, важным умением. Поэтому это нам не подходит. Творческое мышление тоже нам не подходит, потому что это является важным качеством. Потом, смотрите, владение только теористическими знаниями. Тут не только должны быть теоретические знания. Относится к важным качествам человека XXI века применение этих теористических знаний на практике. Если нету практики, значит, это не подходит под XXI век. Поэтому здесь вариант С в третьем. Свободно использованы технологии. Да. Человек, который живет в XXI веке, обязательно должен уметь свободно использовать технологии. Решение проблем также является важным компонентом и умением XXI века. Здесь у нас правильный вариант С. Смотрим четвертый вопрос. Что является ступенью образования? Как мы знаем, у нас есть пять ступеней. И у этих ступеней, не у каждого, конечно, но у некоторых из них есть уровни. Давайте посмотрим. Полное среднее образование. Полное среднее образование является уровнем ступеней общего образования. То есть это уровень, а мы ищем ступень. Поэтому это и не подходит. В B варианте говорится профессионально-техническое образование. Смотрите. У нас требует ступень. А здесь говорится профессионально-техническое образование. Если было бы профессиональное образование, тогда была бы ступень. Но из-за того, что здесь есть слово техническое, значит это уровень. И он нам не подходит. Профессиональное образование. Да. Вот профессиональное образование является ступенью. Как видите, в предыдущем варианте было слово техническое посередине, что не позволило нам его отнести к ступенью. В D варианте степень бакалавра. Это тоже является уровнем высшего образования. То есть ступень у нас была высшее образование. И общее среднее образование – это является уровнем ступеней общего образования. Тоже нам не подходит. В четвертом тесте правильный вариант – С. Посмотрим следующий вариант. Пятый вопрос. В пятом вопросе. В каком варианте верно даны уровни общего образования? Смотрите. У нас здесь в многих вариантах правильно данные уровни. Но мы ищем именно уровни общего образования. Именно общего образования, не просто уровни. Значит, смотрим. Дошкольная подготовка. Не дошкольное образование, а дошкольная подготовка. Пятилетка. То есть дети, которые в пять лет идут в школу. Это правильный этап подготовки к школе имеется в виду. Пять-шесть лет, которые идут. Так, дальше. Начальное образование. Это правильно. Начальное образование – это первый и четвертый классы. Общее и среднее образование. Тоже правильно. Это пятый и девятый классы. И полное и среднее образование – десятый и одиннадцатый классы. Здесь у нас правильный вариант А. Давайте посмотрим следующие варианты тоже. В варианте. Первое – профессиональное образование. Его иначе называют также начальное профессиональное образование. Профессионально-техническое образование. И высшее профессионально-техническое образование. Значит, в В варианте нам даны уровни, ступени профессионального образования. То есть, если мы здесь искали, вот у нас было уровни общего образования, то в В варианте даны уровни профессионального образования. поэтому этот вариант нам не подходит. В C-варианте – бакалавриат, магистратура и докторантура. В C-варианте даны уровни ступени высшего образования. Это нам тоже не подходит. В D-варианте – начальное образование, общее и среднее образование, полное и среднее образование. Можно сказать, что они очень схожи с вариантом А, но, тем не менее, есть единственная разница, в котором вот дошкольная подготовка. То есть, если раньше мы брали бы такой тест, сделали бы, естественно, мы взяли бы вариант. Да и потому, что дошкольная подготовка несколько лет тому назад не было такой подготовки. А сейчас есть, поэтому три уровня мало. Нам надо четыре уровня. И в последнем варианте здесь смешаны данные с каждых ступеней по уровню. Полное и среднее образование – это уровень общего образования. Первое профессиональное образование, то есть начальное профессиональное образование – это уровень профессионального образования. И докторантура является уровнем высшего образования, что, соответственно, нам не подходит. В пятом тесте у нас был вариант А правильный. Теперь смотрим шестой. В шестом варианте, что у нас говорится? Выберите неверное утверждение. Государство обеспечивает право получения бесплатного общего среднего образования. Правильно. Мы ищем неправильное. То есть нам надо запомнить, что мы ищем неправильное. Видите? Неверное. Государство нам даёт право. Правильно. Этот вариант нам не подходит, потому что образование до девятого класса, оно вообще обязательное. В В варианте каждый гражданин имеет право получить образование. Да, это тоже правильный вариант. Это правильное утверждение. Но нам не подходит, потому что мы ищем неверное утверждение. Потом в варианте С. В независимости от материального положения государство гарантирует продолжение обучения талантливым лицам. Это тоже верное утверждение, потому что государство обеспечивает учеников после окончания школы, если они талантливые, если они могут, если они способны поступить с высоким баллом в наши вузы, в заграничные вузы, если они очень талантливые и способные ученики, то, естественно, государство будет обеспечивать их материально. У нас они будут обучаться на бесплатной основе, а если поедут через экзамены, которые организует наше государство, то само государство будет оплачивать их необучение за границей. С вариантом тоже не подходит. И смотрим вариант Д. Государство максимально определяет стандарт обучения. Нет, это неверное утверждение. У нас вариант правильный Д. Почему? Потому что у нас государство минимально определяет стандарт обучения. Что имеется в виду минимальное? Минимальное стандарты обучения это когда государство требует от учителей научить учеников в минимальной форме. То есть есть какой-то определенный уровень обучения. Они минимально должны научить, например, учеников. Предположим, что в первом классе минимальные стандарты требования образования это научить их читать. Например, грубо говоря, если вы сможете большего научить, не только читать, но ученик в первом классе научился уже пересказывать или еще что-то какие-то, не знаю, прочитал, пересказал, написал изложения, это только плюс. Естественно, мы должны учитывать то, что ученик не должен быть перегруженным и учитывать их возрастные категории, то есть сколько им лет, могут ли они осилить это. Но минимальное – это когда нам дается стандарт, это минимальный стандарт, что вот обязательно этого должны научить. Меньше этого нельзя. Больше можно, а меньше нет. Поэтому здесь этот вариант не подходит. И в варианте Е система образования находится под контролем государства. Да, за образованием следит государство. Ну, в каком смысле государство? Здесь имеется в виду, что соответствующие органы исполнительной власти следят за образованием. И это нам не подходит, потому что это, в общем, верное утверждение, а нам надо было неверное. Так, посмотрим следующий. Седьмой тест. Сейчас уменьшим. Что не относится к формам образования, осуществляемым в Азербайджанской республике? Формальное образование. Форма образования, завершающаяся получением государственного документа образования. Правильно. Это формальное образование, когда дети учатся в школах, в университетах, в колледжах, техникумах. И что у них? Они в конце, в конце обучения этого, то есть, если это школа, то 11 лет проучились, если университет Бакалавр 4 года, то есть в конце, что обеспечивают? Они получают государственный образовательный документ. У нас спрашивается, что не относится. Значит, у нас вариант А не подходит нам. Неформальное – это форма образования. Вы, когда делаете тест, обязательно обращайте внимание в вопросе, что у вас требуется. Форма образования или форма получения образования. Естественно, смотрите в ответах, чтобы было так же. Форма или форма получения образования. Неформальное – это форма образования, Проводимое на различных курсах, кружках и индивидуальных занятиях Несопровождаемое выдача государственного документа об образовании Правильно, неформальное образование Это форма образования, которую мы можем получить на курсах И индивидуально пойти на подготовку Или на кружки какие-то ходить И нам в конце этого курса Я имею в виду не только под зданием, заведение, где мы получаем образование Дети ходят и занимаются А вообще в конце курса, в конце программы обучения Они не получают никакого документа Нам это не подходит В целом варианте информальное Правильно, информальное это форма образования Которое соответствует самообучению Самообразованию То есть под этой формой подразумевается Когда ученик сам развивает себя Сам самостоятельно что-то учит И это нам не подходит Потому что у нас что спрашивалось? Что не относится Так В варианте Д Правила организации формального образования устанавливаются органом исполнительной власти Правильно Это тоже нам не будет подходить Потому что, как мы сказали ранее Формальное образование устанавливается органом исполнительной власти И вариант Е Дистанционное образование Это форма образования Осуществляемая на расстоянии с помощью электронных устройств Здесь у нас не форма образования А форма получения образования Поэтому этот вариант нам Этот вариант сам по себе Он неверный Она надо было как раз таки неверной выбрать Поэтому вариант Е Давайте посмотрим следующий тест Восьмой Что является ступенью образования? Высшее образование Так Мы, значит, будем с вами искать ступень Как мы сказали ранее У нас есть пять ступеней Какие это ступень? Я вам сейчас сначала перечислю Это дошкольное Дошкольное образование Общее образование Профессиональное образование Среднеспециальное образование И высшее образование У некоторых из них У трех ступеней Есть уровни У дошкольного образования У этой ступени И среднеспециального образования Нету уровня Теперь посмотрим Высшее образование Что является у нас требует? Высшее образование Да Это ступень Прямо аварет нам подходит Да, дошкольное образование Так, в этом тесте У нас есть проблема Давайте с вами сначала Его посмотрим Потому что у нас требуется Говорится, что является Ступенью образования Ступенью образования И здесь нам даны Сразу четыре варианта Высшее образование Является ступенью Это ступень Дошкольное образование Является ступенью Среднеспециальное Является ступенью И общее образование Является ступенью Начально профессиональное Образование Является уровнем И здесь, скорее всего, отпечаток, и здесь должно было бы быть, что не является, что не является ступенью образования. И тут у нас тогда будет вариант С. Так, посмотрим девятый тест. Что такое экстернат? Теперь смотрим. Право получения образования дома или индивидуально в рамках правил, установленных в Азербайджанской республике. У нас тут будут несколько вариантов, которые мы можем разобрать с вами, к каким формам они относятся. Значит, смотрим. Во варианте нам сказано, что это право получения образования дома. Если мы получаем образование дома, значит, это у нас получается образование на дому. Школа на дому, говорят. Это не экстернат. Экстернат у нас само по себе — это когда разрешается лицам получить образование или досрочное завершение какого-либо уровня общего образования. То есть если человек отсутствовал, не посещал школу по каким-то серьёзным причинам, а потом ему захотелось закончить это образование. Вариант А нам не подходит. Это мы сказали школа на дому. В В варианте. Форма образования, позволяющая обучаться лицам по каким-либо причинам, отстающим от общего образования или лицам, желающим закончить образование раньше. Да, вот это правильный вариант. То есть если мы, не знаю, по каким-то обстоятельствам, получилось в жизни так, что не мы, а ученики, какой-то из учеников не смог обучаться, переехали куда-то, не было возможности. По каким-либо, я не знаю, бывают в жизни всякие истории. Просто у ученика получилось, что он закончил пятый класс, шестой-седьмой не ходил, а потом он захотел продолжить. Не можешь, а он сразу в восьмом класс перейти. И поэтому ему организуют экстернат. То есть он проходит занятия и более, в очень скоростной форме проходит занятие и потом получает возможность и разрешение перейти в тот класс, который он должен ходить. Или же здесь мы можем сказать, что экстернат также является, бывает так, что ученик чувствует, что он одарённый и он хочет перешагнуть класс. То есть перейти, например, с пятого на седьмой. Он сдаёт экзамен по определённым требованиям, которые должны соответствовать ответу его. И он получает разрешение и перебрасывается с пятого на седьмой класс. Дальше смотрим. В целом варианте форма образования. Мы вообще должны знать, что экстернат – это форма получения образования. Здесь, если говорится форма образования, то это уже неправильный вариант. Форма образования, получаемая путём самообучения. Это называется информальным образованием. И поэтому нам не подходит. В варианте D говорится. Форма образования, осуществляемая на различных курсах, кружках и индивидуальных занятиях. Это нам тоже не подходит. Потому что это является неформальным образованием. И опять-таки смотрим, это форма образования. Форма образования. А нам нужна была форма получения образования. Какой экстернат? И мы искали его правильное утверждение. Вариант E. Форма образования, завершающаяся получением государственного документа в образовании. Форма образования опять-таки. И это называется формальным образованием. И оно нам не подходит. Так. Посмотрим десятый. То есть. Что такое неформальное образование? Как мы сказали до этого, неформальное образование, это когда мы получаем образование на курсах, на кружках. Давайте посмотрим вариант. А. Вариант. Право получения образования дома или индивидуально в рамках правил, установленных в Азербайджанской республике. Нет. Опять-таки это или тут сразу два. Или школа на дому, или индивидуальное образование. И это нам не подходит. Потому что мы ищем неформальное. Неформальное. Это мы должны знать, что это не форма получения образования, а форма образования. То есть здесь, если есть получение, уже сразу можно понять, что это неправильный вариант. Даже если мы не знаем его, толкование, вот это значение. В Б варианте. Форма образования, позволяющая обучаться лицам по каким-либо причинам, остающим от общего образования или лицам, желающим закончить образование раньше. Это, которое мы до этого разбирали в тесте, это называется экстернат. И это не форма образования, а форма получения образования. Это неправильно. Мы ищем неформальное образование. С вариант. Форма образования, получаемая путем самообучения. Это информальное образование, и оно нам не подходит. Потому что самообучение, самообразование, это информальное. Вариант Д. Форма образования, осуществляемая на различных курсах, кружках и индивидуальных занятиях. Да, это тот вариант, который нам нужен. Потому что неформальное образование бывает как раз-таки на курсах, кружках. И Е-вариант, форма образования, завершающая получением государственного документа об образовании. Если завершается получением, значит, это формальное образование было бы. А у нас неформальное. Поэтому этот вариант не подходит. Смотрим дальше. Одиннадцатый тест. В одиннадцатом тесте, как говорится, выберите форму образования. Опять-таки, смотрим. Форма образования у нас было три. Неформальная. Формальная. И вот информальная. Заочное образование, экстернат и дистанционное обучение или образование – это форма получения образования. То есть у нас получается один, четыре, шесть. То есть вариант Е. Так. Посмотрим на двенадцатый тест. Выберите форму получения. Форму получения образования. Неформальное образование – это была форма образования. Она нам не подходит. Заочное образование – это нам подходит. Это форма получения образования. Экстернат – это форма получения образования. Формальное обучение образования – это форма образования. А мы ищем форму получения образования. Дистанционное обучение – это форма получения образования. То есть то, что нам надо. Значит, у нас получается форма получения образования. Заочная, экстернат и дистанционная. Это варианты, значит, 2, 3, 5. 2, 3, 5. Это вариант С. А в общем мы должны знать, формы получения образования это какие? Это очная, заочная, дистантная, дистанционная, можно сказать, на расстоянии. То есть свободная, или же её по-другому называют экстернат. Школа или образование на дому, индивидуальное образование, стационарное образование. Вот это форма получения образования. Так, тринадцатый тест. Как называется форма образования, позволяющая заниматься самостоятельно, самообучением? Форма образования. Очная это форма получения образования. Дистантная это форма получения образования. Другие три формы являются формой образования. Но нам надо именно то, которое будет называться, которое мы имеем в виду, что где будет самообучение. Формальная это в школах, в институтах, в университетах, которые в конце, что происходит, вдаётся ученикам государственно-образовательный документ. Это нам не подходит. Неформальная это когда было обучение на курсах, кружках, некое индивидуальное занятие. А вот информальная, да, варианция. Информальная это именно форма образования, в котором человек самостоятельно изучает что-то. Четвертый вопрос. Что является формой образования? Формой образования. Опять-таки, смотрим внимательно. Форма образования. Вот как вы видели тест. Видите, что у вас говорит форма образования? Сразу про себя говорите. Какие у нас есть формы образования? У нас три формы образования. Формальная, неформальная, информальная. Запомнили? Теперь смотрим. Если вы запомните форму образования, вы будете знать, что остальное, что попадёт, это форма получения образования. Форма образования меньше. Форма образования. Смотрим. Очное образование – это форма получения. Заочное – это форма получения образования. Экстернат или свободное – это форма получения образования. Дистанционное или дистантное – это форма получения образования. А формальное образование – это форма образования. Поэтому здесь вариант D. Дальше смотрим пятнадцатый. Дальше смотрим пятнадцатый. Вариант форма образования, получаемая путем самообразования. Это тоже нам не подходит, это информальное. Дальше. Правила организации формального образования. Устанавливаются органы исполнительной власти. Знаете как, вот это утверждение, оно не ошибочное. Оно правильное. Но оно не является объяснением формального образования, поэтому оно нам не подходит. И вариант Е. Форма обучения, осуществляемая на расстоянии с помощью электронных устройств. Это у нас дистанционное обучение, тоже не является объяснением формального образования. Здесь вариант А. Так. Шестнадцатый. Что такое стационарное образование? Как мы знали, стационарное образование, это когда ученик по каким-либо причинам попадает в больницу, клинику. И если он больше двадцатого дня находится там, то для него, естественно, организуется, естественно, после всех проверок организуется такое обучение, когда учителя проходят. Не те учителя, даже если, вот, например, ученик находится в больнице, но эта больница находится далеко от школы, где он учится. Но ему обязательно надо, чтобы учителя проходили и с ним занимались. То есть после того, как как бы точно утверждается, что он плохо себя чувствует, что он длительное время будет оставаться в больнице, выбирается специальная школа, которая находится близко к этому, к этой больнице или поликлинике. Ну, поликлиники не бывают, клиники. И, таким образом, учителя оттуда, из той школы приходят и объясняют уроки, опрашивают учеников. Так, давайте с вами посмотрим наши варианты. Форма обучения, позволяющая лицам долгое время, долгое время это больше двадцать одного дня, долгое время находящимся на лечении получить образование по специальным программам. Да, это вариант правильный, вариант А здесь. В В варианте возможность получения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Здесь подразумевается школа на дому, то есть образование на дому. Это нам не нужно, это неправильный вариант. Форма занятий, направленная на развитие творческих способностей учащихся, это больше подходит под индивидуальным образованием, потому что здесь имеются эти творческие способности. И у каждого ученика бывают эти способности, это нам не подходит. Вариант Д. Школа с параллельными классами с количеством учащихся менее ста человек. Можете себе представить какой-нибудь класс, в котором 90 учеников? Это подразумевается дистанционным обучением, когда бывает, может на одном уроке присутствовать и сто человек, и пятьсот, может и семьдесят, и восемьдесят. И нормальным по-корректному должно быть не больше 24-25 учеников. Если, конечно, не получается и нету места, школа маленькая, а в той местности очень много живет учеников, детей, то, да, в этом случае можно, по-моему, это я вот так и слышала и знаю, что по государственным критериям идет не больше тридцать восьми учеников. Конечно, бывают моменты, когда и сорок бывают, и больше бывают, но это неправильно. Тридцать восемь учеников — это максимум. Так, и в варианте Е — программа, делающая уклон на одну определенную программу. Ну, это программа, которая бывает с уклоном, то есть, когда определенные предметы проходят. Ну, например, бывает с математическим уклоном, гуманитарией, когда определенный предмет просто не проходится. Это нам не подходит. Так, и посмотрим следующий тест, семнадцатый. Что из ниже перечисленных не является ступенью образования? Как мы помним, ступени у нас было сколько? Ступени у нас было пять. Это было дошкольное, общее образование, профессиональное образование, средне-специальное образование и высшее образование. Теперь посмотрим. Нам говорится, что не является, то есть мы должны обратить внимание на то, что не является. Дошкольное образование является ступенью, общее образование является, высшее образование является ступенью, средне-специальное образование и начально-профессиональное. Смотрите, средне-специальное, это колледжи, техникумы тоже является, но начально-профессиональное образование, это является уровнем какой ступени профессионального образования. То есть это уровень, поэтому зачеркнем это все, что это было, нам не подходило. И у нас вариант Е. Теперь посмотрим. Здесь у нас восемнадцатый тест большой. Вот давайте так. Так. Установите соответствие. В восемнадцатом тесте свободное образование и неформальное образование. Нам надо ниже перечисленные подобрать к этим вариантам. Свободное образование, или иначе говоря, у нас было его название экстернат. И неформальное образование. Давайте посмотрим. Форма обучения, позволяющая обучаться лицам по каким-либо причинам, отстающим от общего образования или лицам, желающим закончить образование раньше. Это у нас экстернат. То есть у нас как будет. Я буду прямо здесь писать. Первое и второе. То есть первое нам, вариант А, подходит к первому свободному образованию. Варианты Б позволяют учащимся завершить какой-либо уровень общего образования раньше времени. Это тоже экстернат. Так, дальше. Форма обучения, осуществляемая на различных курсах, кружках, индивидуальных занятиях. Это неформальное обучение. То есть С. И завершается выдача государственного документа. Завершается выдачей. Здесь, наверное, тоже, опять-таки, ошибка. Здесь будет не, не завершается выдача государственного документа. Потому что здесь обязательно надо выбрать каждому варианту по два, по две, ну, грубо говоря, буквы. Но у нас тут никак не получится, поэтому завершается выдача. Это было бы формальное образование, но у нас же здесь нет формального. Поэтому здесь, наверное, опять-таки, отпечаток здесь будет не завершен. Не завершается, и тогда у нас будет неформальное. Итого у нас что получается в первом А, В, во втором С, Д. Это вариант А. Так, теперь девятнадцатый тест. Здесь у нас, что говорится, что есть ниже следующих неверно. Бакалавриат заочное тоже может быть. То есть имеется в виду, что на уровне бакалавриата, то есть когда вы поступаете в университет и четыре года учитесь, вы можете учиться заочно. Вы можете учиться очно, правильно, можно. Бывают факультеты очные, бывают заочные. Мы ищем неверное. Поэтому ставим с одной стороны плюсики, но зачеркиваем, потому что мы неверное ищем. В своем варианте общее образование очное. Да, общее образование обязательно должно быть очным. Общее образование это что? Школа. Школа же заочной не бывает, поэтому очное правильно, но нам оно не подходит, мы ищем неверное. Дальше. Вот смотрите, следующий вариант. Общее образование, то есть школа, заочная. Вы когда-нибудь видели, чтобы школы были заочные? То есть у нас здесь Д вариант. Я вошел в школу и учусь заочно. Так же не бывает? И вариант Е. Общее образование стационарное. Да, в общем образовании, если ученик болеет, находится в больнице и больше 21 дня, то есть больше трех недель, ему могут организовать стационарное обучение. То есть это тоже правильное. И вот зачеркиваем вариант Е. Правильный вариант здесь Д в 19. И смотрим 20-й вариант. 20-й тест точнее. Какое выражение неверно? Информальное обучение является формообразованием. Да. Какие у нас есть формы образования? Форма образования у нас формальная, неформальная, информальная. Нам, говорится, неверное утверждение найти. В общем образовании, так, в общем образовании есть заочная форма образования. Мы до этого только что сказали, что в школе не бывает заочной. Не может быть такого, чтобы школу заочно ходили, два раза в год вошли, сдали экзамен. Такое же не бывает. Это может быть в университетах, в институтах. Дальше. Мы, в принципе, нашли вариант. Наш правильный вариант это Б. Мы смотрим. Ц вариант. Стационарное, свободное, дистанционное. Это форма образования. Так. Это форма образования. Это форма получения образования. Они здесь, наверное, кто-то опечатал. Неправильный отпечаток опять-таки здесь. То есть вариант А нам не подходил. Ц тоже не подходит. Потому что мы только что разобрали и сказали, что стационарное, свободное, дистанционное. Это что? Это форма получения образования. Так. Дальше. Д. Вариант. Содержание формального образования регулируется Министерством образования Азербайджанской Республики. Да. То есть, что мы говорили? Соответствующим органам исполнительной власти. То есть наше образование под контролем государства. Как утверждение, оно верно, а мы ищем неверное. И вариант Е. Частники образовательного процесса имеют права и обязанности. Да. Это совершенно верно. И поэтому нам не подходит. Даже если вот у вас такой вариант попал, такая ситуация получилась, что вы смотрите, что вам вроде вот смотрите и думаете. Два варианта, они сразу подходят. Какое мне выбрать? Надо выбирать то, которого неопровергимый факт это. Как мы выбрали? В варианте Б. В общем образовании есть заочная форма. Ну, никак не может быть. Мы можем единственное, что зачеркнуть там за и написать, что в общем образовании есть очная форма. Или же выбрать опять-таки стационарно, свободно, дистанционно. Это форма получения образования. Лучше сделать так, потому что там, наверное, просто забыли напечатать это. Так. На сегодня все. Мы разобрали, значит, по этой теме наши тесты. Ну все. Счастливо оставаться. До свидания. Не забудьте ставить лайк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...